Меня зовут Тон Вейс, я работал на Уолл-стрит, 9 лет работал. Меня зовут Тон Вейс, я работал на Уолл-стрит примерно 9-10 лет в компаниях как JPMorgan Chase и Bear Stearns, где я начал. Это было первое, когда я работал, и я биткоин обнаружил, и я писал много о экономике. Как только я узнал про биткоин, и в прошлом году, about a year ago, я бросил работу и начал подрабатывать в пару компаниях, и я трейдер. So I'm a trader, I'm still a traditional trader. Традиционный торговец, я занимаюсь торговлей, опционами, фьючерсами торгую, и немножко биткоин. Чуть-чуть я биткоин. Теперь я их только держу и сам пытаюсь не трогать. I try not to touch my own bitcoin. Все, наверное, это уже знают. Моя презентация, она будет, как я первый, я ее чуть поменял. И это как мы сюда пришли, как биткоин началась. Where did the blockchain start? Откуда же началось, биткоин началась? Для меня это… они вместе. Для меня биткоин – это первая блокчейн, и это до сих пор единственная блокчейн, которая работает. И как мы вот сюда пришли, и куда мы теперь пойдем? So where have we been and where is it going? Где мы были и куда идем? So this is the entire history of the bitcoin price. Биткоин. Начиная, цена начинается вот с 10-го года в самом низу, и прямо идет она на прошлой неделе, когда я сделал эту презентацию. И я начинаю эти презентации даже до того, как биткоин началась. So I even start before the beginning of Bitcoin. Я начал даже до начала биткоина. И это Пол Кругмен. И он в 1998 году, so in 1998, он сказал, что интернет не будет такой серьезный, он будет… Он будет значительным. Он дальше не пойдет. И это было в 1998 году. So in 1998, Пол Кругмен сказал, что… Пол Кругмен сказал, что… Да, интернет будет ничего больше, чем факс, интернет. In 1999, в 1999 году, еще один экономист, Нобелевский лауреат сказал… Я не знаю, если саунд есть, сыграть видео. Я считаю, что интернет будет главной силой для превращения роли правительства. Ну, это будут надежные электронные деньги с опорой на интернет. И Б не будет знать А, и наоборот. Вот как я это делаю. Я не так, как берешь 20-летний, 20 долларов, еще ты даешь вам. И вы, может быть, не знаете, кто я такой, получаете деньги. Это все может разработать по интернету, вот такой обмен деньгами. Конечно, есть негатив при этом, есть отрицательные стороны, есть гангстеры, есть те, кто занимается нелегальными транзакциями, сделками, да. Это Милтон Фридман, который предсказал, по сути, биткоин, но он сказал, что он нам нужен интернету, и без него интернет своего потенциала не достигнет. Это деньги нужны, это возможность налички, чтобы обеспечить больше свободы для людей, делать бизнес, потому что он свободный рынок защищал, и был из тех экономистов, и когда биткоин появился, они не знали, что с ним делать. И цена от 10, медленно двигалась от 10 до 15 центов, и потом уже случилось другое, между Сакоши Накамото и Миян Тока. Случился разговор между, в декабре, что произошло. В декабре произошло, в 10-м году, Викиликс потеряла финансирование. Виза не принималась, Мастеркард не принималась, и Пейпал тоже не принималась. И разработчик биткоин сказал, что мы должны принять биткоин, и Сатоши не хотел вот такого рода внимания, не хотел. Он хотел блокчейн, он хотел объем поддерживать. Он сказал, нет, пожалуйста, не надо на этом этапе, Викиликс не должна принимать биткоин. И Викиликс послушала, и сначала, они биткоин не приняли сначала. Ну, а в июне, в 2011 году выбора уже не было, и они начали принимать биткоин, и цена начала расти с 1 доллара до 30. Это самый большой пузырь, но это не был большой главный драйвер. Это в США и в Нью-Йорке был главный драйвер, где Шумер на общественном телевидении выступал, и вопил, что есть сел к Волом, безумный сайт, который необходимо установить, потому что люди там наркотики покупали на этом сайте. И объяснил, как он показал, как там можно хранить, как работать, и всему миру заявил. И почти купил что-то через этот сайт, и обучение практически проводил, и это самый лучший способ, чтобы обратить внимание на биткоин. И он полностью отвечает за поднятие цены за 30 долларов. Конечно, был большой спрос, и не было, и цена потом упала до 2. И по нему скачки до 2012 года были обратные движения, когда биржи в Китае начали работать, и Китай был первым, и затем Хобби, и потом японские биржи были пока первые. Но самым крупным драйвером до 30 долларов поднялась цена. Это CCTV, это национальная станция Китая, которую множество людей смотрело. Это население больше, чем в США, и в России смотрели этот канал, это кабельное телевидение. И в 2013 году случилась очень интересная вещь, было множество подозрений, и не только в Японии, а о хакерах. И в 2011 году хакерская атака и множество биткоинов было потеряно. И это вот еще одно падение. Он рухнул довольно часто, падал. И в январе 2013 года несколько вещей произошло. И вот когда от 15 до 25 возрос биткоин в этот период, и вот когда в режиме онлайн начались продажи, и когда начала цена падать, это было катализатором в апреле этого года. Это Кипр. И все знают этот банк, это хорошо знают, потому что они винили Россию и конфискировали деньги. И 40 процентов, 100 тысяч евро у кого было на счете, они взяли эти деньги. И в этот период времени я покупал свои первые биткоины и услышал о них. Я в 2011 году слышал, и затем работал в 2012 году с ними, и занят был, 12 часов в день работал. То есть я не так рано пришел к биткоинам. Я трейдер, торговец, я знаю пузыри, я знаю, как финансы работают, и я покупаю, и я смотрю за своими инвестициями на этот график, как они падают. То есть я некоторое время терял позиции в этом году, много терял в этой позиции, как видно из этого графика. И вот на этой линии, и вот это падение было, 120 было стабильно, и потом до 85 упал. А кто знает, в 2013 году, 1 октября, все знают, что случилось, почему вот это падение произошло? Вот тогда многие попали в беду, и биткоин отлично для перевода ценностей. Ну, как я узнал, но это не анонимный инструмент, его можно отследить, надо отслеживать, как его отслеживать, чтобы... И правоохранительные органы могут отследить ваши транзакции, и это... И вот были некоторые аресты произведены, и были слушания, и уже некоторые преступники два приговора пожизненных отбивают. И я ПХД, и с Куанс, и с рисковыми моделями работал, и когда это... Ну, и когда это стало национальными новостями, я задал себе вопрос, что делать с этим биткоином? Все думали, что это конец биткоина после этих арестов, а затем цена поднялась до вот таких величин, как показано здесь. И здесь вот теряли люди, и биржи в Америке закрывались, и только в Китае был объем. Вот сенатские слушания в Америке, и сенаторы открыто смотрели на этот интернет. Может быть, не стоит регулировать, может быть, оставить в покое эту биткоин. И как все пузыри, наступил конец. Что наступило? Почему наступил конец? И что случилось? Есть образец, модель, почему пузырь прикончается. И синим показаны цены на биткоин. Это линейный масштаб, 2,50 были на Кипре, и до 1,200. И сзади. И как они вели себя сзади, на фоне, на других активах, по 8, все знают, что это за активы, 8 долларов, потом 50. Все знают, что это за активы? Нет? Это серебро. Это серебро. Вот в отношении серебра, как на фоне. Этот актив, это серебро. Если вы посмотрите на линии и на кружки, биткоин, следи точно. И в три раза быстрее это делал. И вот типичный график этого пузыря. Я немножко побыстрее. И множество бизнесов возникло в режиме онлайн. Начало принимать биткоин. И были дебаты по приему биткоин. И покупать. И вышло на рынок. И в конце концов, цена пошла вниз до 150. Давайте о будущем поговорим. Что произойдет? Я надеюсь, что Европа полностью упадет. Будет падение в Европе. Британия, Греция уже ушла. Банки в Греции уже упали. Банки будет. Затем Италия. Там есть в Италии шесть месяцев возникли проблемы. Следующие проблемы будут в Испании. А затем Германия и Франция. Там большой кризис, связанный с миграцией. Почему биткоин так полезный? Когда социалистическая экономика упала, люди уезжали из этих регионов и должны были держать в ценности какие-то. И пример. Как в Лондоне. Вот пример гиперинфляции. В Зимбабве, например. Когда забирала собственность из-за гиперинфляции. Вот пример из Германии. Во время Второй войны многие вкладывали в искусство, в вино, во Франции тоже. И регистрировали все, что ценно. Ценностью. То есть уничтожили рынок антикриата. На каждые тысячи евро вы необходимо определяться и идентифицировать себя в эти моменты. В некоторых штатах тоже принимались регулирующие законы. Я сейчас не говорю про выборы в США. МБМБ, если посмотреть на эти сервисы, посмотреть на этот документ, чтобы оставить этот... То есть регулирование продолжается, усиливается в США. Это план нашего здравоохранения и за регулирование. Многие пишут заявления, что я, например, я не проживаю в Северной Корее и так далее. Из-за того, что появились лицензии на биткоин. Население Рима достигало максимум миллион сто пятьдесят и также был развивался общественный, публичный сектор. Таким образом, денег лишилась большая часть населения, в том числе и военнослужащие. И военных у них срезали пенсию, снизилась их зарплата, медицинские пакеты. И вооруженные силы фактически вмешались и уволили всех городских официальных лиц и изгнали всех так называемых варвар, которые приезжали в Рим. Если смотреть потом на уменьшение населения, вы видите, что здесь это было аналогичное мероприятие, предпринятое. Потом было возвращение к нормальным цифрам, а потом было значительное падение. Мемиальное население Рима было двадцать тысяч, оно упало с полутора миллионов, представляете. Хотя, если мы говорим о золоте, раньше люди преобразовывали свои ценности в золото, переходили в золото. Но сегодня это практически невозможно. У людей нет такой возможности зарабатывать свою часть дохода. Мы говорим о законных доходах, но с изменениями политики вы не можете, к сожалению, в несостоянии, то, что вы зарабатывали 20-30 лет, вы не можете переложиться в золото. То же самое было в Греции. Смотрите, до того, как греческие банки говорят о том, что почему Греция не должна переходить на биткоин, после того, как были закрыты банки, уже были компании, которые помогали грекам перемещать, перекладываться своей ценностью биткоинами. И из заключения я хотел бы поговорить о ценах. Немножко по-быстренькому. Более года назад я написал данную статью в августе, 31 августа 2014 года. И в этой статье я говорил, что вот сейчас лучшие дни для биткоина. Ам Шонг – это экономический аналитик. В то время биткоин стоил около 700 долларов, и я сделал упор на показатель в 1,6 на 2015 год. Это был июнь 2015 или 2016, уже 2015 года. И я тогда ожидал, что это был высокий или низкий показатель по цене. Но в начале года цена была качественна, поскольку упала до 400 значения биткоина. И я практически не думал, что это все сработает, но это соответствовало фактически день в день дню закрытия греческих банков. И моя следующая ключевая дата – это 2017 год. 2017 год – август 2016. И я ожидаю тоже больших событий на эту дату. Вот такие вот графики я в заключении хотел бы показать. Это был мой первоначальный график. Эту кривую я как раз создал именно в тот день. А греческий коллапс прошел вот в этой точке. И это было начало восходящего тренда по биткоину. И я ожидаю, что нисходящий тренд будет медленным. И вот такой мой прогноз. И каждый раз, когда я делаю такого рода презентации, со времен греческого кризиса, я ожидаю, что будет восходящая тенденция по биткоину. Вот несколько месяцев назад я добавился в данный канал. И теперь это выглядит на дату несколько дней назад всего лишь. Да, кажется, что несколько дней назад. Так что мы поближе находимся в данном канале, в этих рамках, и мы по-прежнему торгуемся на восходящей тенденции. Надо, конечно, еще научить людей, как читать данные графики насчет трейдинга. Вы можете посмотреть мою страничку в Твиттере. И у меня есть статьи на Телеграфе и на Ньюкоине. Я помогал им создавать индексы, которые вы видели как фоновый рисунок. И теперь я веду свой блог на ЛЛТ, Liberty Life Trail. И фактически каждую неделю у меня есть общение по биржевому рынку, по золоту, серебру, биткоину и по другим новостям. И другие подкасты на еженедельной основе. Спасибо большое. Тони, а что ты думаешь о экономике Этериума, о этом типе бизнес-модел? Я очень критически относился к этой теореме с тех пор, как я услышал данной теоремии. Я могу сделать презентацию минут на 45. Мне не понравился тот факт, что они продавали токены цифровые еще за год до того, как они существовали, появились. Я думаю, что это было некое сумасшествие. Я думаю, что ничто не могло помешать тому, чтобы биткоин ушел с рынка. То есть они вкладывали в деньги. Я думаю, что если кто-то решил взять эти токены из денежной массы, я думаю, что они были более честны, чем 95% в других проектах. И фактически они построили платформу. Я слышал многочисленные рассказы о том, что им этого не удалось создать. Иначе они так бы никогда не запустили бы теорему. И все основатели немедленно как бы начали смеяться над этим делом. Но это проблема именно с процессом запуска, а проблема с умными контрактами. Мне бы они очень нравились. Я бы очень любил и самореализующийся кодекс. Но вопрос, почему надо все это децентрализовывать? Необходимо, конечно, задать себе этот вопрос, почему ваши умные контракты децентрализированы? И почему теорема полная или не полная? И это все очень неэффективно. Ваши контракты не цензорируются. Любой может подойти ко мне, и мы можем более подробно это обсудить. У меня такой вопрос. Почему выбрали именно серебро? И каково соотношение между серебром и биткоинами? Просто так. Это вот хорошо. Это для меня показалось привлекательным. Посмотрите на график вот по серебру, и я думал, что смотрите, они очень схожи, они по ходу выглядят одинаково. Я, конечно, мог бы использовать и золото, можно было и нефть использовать. Много чего произошло, но вот для меня привлекательным выглядело серебро, поэтому вот для меня самая низкая точка по биткоину. Я думал, что мы спустились всего лишь до 1,50, по серебру мы спустились как раз до 10,50 или до 11. Я думаю, что по золоту и серебру это довольно последнее еще. Я думаю, что металлодетекторы делают их несколько бесполезными. Какой максимальный ценой на биткоин будет? Через 18 лет вы хотели спросить? Да, 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 18 лет. Если серебро будет срабатывать, мы ожидаем, что все это будет по прогнозам. Значит, масштабы биткоинам, если коллективы по блокам будут проживаться, я по-прежнему всегда сильный сторонник блокшри, потому что это самая лучшая программа в мире. Если этот коллектив сохранится, если они будут продолжить свою работу над биткоинами, и все это будет в том же стабильном режиме работать, как последние 2-3 года, я имею в виду, тут потолка никакого нет. Биткоин может только сам себя остановить. Я очень заширован. Недавно очень умные люди, которые здесь, в Иоанн, присутствуют, им не позволяют делать свою работу, и масштабироваться биткоину. Так как он должен был быть. На самом деле, да, предела нет, и я ожидаю больших высот. После того, как майнинг закончится, будет ли скачок резкий вверх? Очень хороший вопрос, и мало кто его задает. Это произойдет где-то лет через 20, и я думаю, что произойдет следующее. Вот если бы я спросил, такой вопрос задал. Кто, у кого здесь есть членские билеты на спортзал, вы ходите ли вы каждый месяц в спортзал? Кто ходит в джим? Оставьте руку. Серьезно? Многие не ходят, они просто платят. Вот я тоже. В Америке, когда я так задаваю, всего 2-3 руки остаются, а все остальные платят каждый год. Мое view такое, что когда майнинг закончится, будет столько больших компаний и людей, которые so dependent on bitcoin, они будут майнать RLOS. Если все эти фармс, которые профиты из black reward уйдут, то будет достаточно... Например, если, например, Google... If, for example, Google будет зависеть от биткоина, они наверняка смогут направить и деньги, и ресурсы, чтобы конкурировали друг с другом, поскольку им нужно, чтобы биткоин продолжал работать. И я думаю, что будет достаточно... Это то же самое, что с интернетом. Если у больших компаний есть поддержка интернета, и Google поддерживал бы интернет, и Amazon поддерживал бы интернет, если бы это стоило даже 5 миллионов долларов в год, чтобы продолжать работать майнеров, в определенной части майнеров, они бы продолжали это делать. Их бизнес зависит от этого. Я думаю, что будет достаточно бизнеса, в зависимости, который зависит от биткоина, которые хотели бы и понести некоторые расходы, связанные с майнингом. Можно, да, вопросик. Очень в свое время произвучал предыдущий вопрос, потому что, да, вот когда у нас закончится майнинг, когда биткоин станет исключительно вот своей сутью, да, сутью расчетной именно системы, видите ли вы за биткоином достойную альтернативу существующей расчетной системы международной? Или существуют какие-то проблемы для этого? У нас существует в данный момент международная расчетная система. Ну, классические деньги, которыми все пользуются в интернете, переводы при помощи, значит, различных электронных платежей. Как traditional fiat money, rubles, euros. Yeah, exactly. And bitcoin. Способен ли стать действительно достойной альтернативой? Именно биткоин? Он будет, но это неизвестно, как правительства будут к нему относиться. Сейчас все правительства пытаются убрать кэш, physical cash. They want to, governments want to get rid of cash for several reasons. Одна из них, в банк никто не будет бегать, брать их, когда проблемы с банками, они могут любые interest rates ставить, и они все думают, что мы все читаем на taxes, we're all tax evaders. So they will get all the money to solve all our problems, but they won't. That's not how it works. Я бы очень любил, если какое-то правительство встало и поставили свои tax revenue, которые они получают, через блокчейн, чтобы все люди видели, как government, how government is spending the money. Так первый government, который это сделает, will be like the first honest government or close to it. Первый правительство, которое сделает, будет первым честным правительством или будет близко к этому. Поэтому я ожидаю этого. Я надеюсь, я это увижу, пока я еще жив. Я надеюсь, кто-нибудь из мира крипто, кто будет баллотироваться и завоюет свой пост, как вот Трамп был аутсайдером, так вот какой-то другой аналогичный аутсайдер, который что-то побежает народу и до свобода будет переместяться в блокчейн, и таким образом можно будет заказать любое количество денег. И тогда, в конечном итоге, будет полное восприятие этого. Но, может быть, я пока мечтаю. Этого я пока не уверен. Нам сейчас придется это же самим еще прожить и посмотреть, насколько агрессивно будет вести себя биткоин, какая будет степень его восприятия. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо. Спасибо большое.